Здравствуйте! Москва 19.30, время новостей культуры в студии Инны Глебова. Вот некоторые темы нашего выпуска. Поддержка на самом высоком уровне. Владимир Путин вручил в Кремле президентскую премию в области науки и инноваций за 2012 год. Лауреаты – пять молодых ученых. Он с достоинством держал и крупный план, и удары судьбы. Мужественный, интеллигентный, аристократичный. Исполнилось 85 лет со дня рождения Вячеслава Тихонова. Конфликт личности и толпы, истины и ложного патриотизма. «Вечная тема» глазами Ипсена и актеров Малого драматического театра «Театра Европы» – премьера Ульва Додина. В День российской науки Владимир Путин вручил в Кремле президентскую премию. Награда молодым ученым за вклад в развитие отечественной науки и инновационную деятельность была учреждена в 2008 году и призвана стимулировать дальнейшее развитие исследований лауреатов. За достижение в развитии современных методов органического синтеза с участием металлов платиновой группы награждена Надежда Бокач, одна из немногих в мире, кто занимается соединениями, позволяющими более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями. За вклад в изучение древнерусской книжности 16 века отмечен историк Андрей Усачев. Награды удостоен биолог Дмитрий Чудаков за разработку генетически кодируемых маркеров, используемых в биомедицинских исследованиях. Премия также вручена Федору Игнатову и Корнелию Тодышеву, сотрудникам Института ядерной физики Сибирского отделения Академии наук. Владимир Путин поздравил лауреатов и научную общественность с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что российской науке необходимо вернуть роль одного из ведущих институтов развития общества и экономики. И для этого создаются все условия. Главное состоит в том, что мы можем опираться на мощный кадровый потенциал, накопленный в научной сфере за все предыдущие десятилетия. А он при всех имеющихся проблемах, о которых мы тоже хорошо знаем, находится на высоком глобальном уровне. Нам постепенно удалось переломить тенденцию, когда научная сфера теряла кадры, а значит неизбежно старела. Конечно, многое еще предстоит сделать. Но факт заключается в том, что молодежь, талантливые выпускники университетов вновь идут работать в лаборатории, связывать свое будущее с наукой. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Достоинства, главное качество его натуры присуще и героям, которых он играл. Мужская красота была для артиста подарком судьбы и одновременно испытанием. Каждый своей ролью Вячеслав Тихонов доказывал, внешность должна быть подкреплена. В жизни и на экране он воплощал безупречную нравственность. На ней и строилась его человеческая и актерская судьба. Наиболее одаренный среди учеников мужского состава с отличной внешностью. Такую характеристику дали Вячеславу Тихонову преподаватели Института кинематографии. Тогда в Гиковские корифеи еще не знали, что позже к артисту приклеится другая. Характер нардический. Я позвонил ему, когда случайно увидел по телевизору какую-то серию, и у меня там страж понравился, я ему позвонил домой и говорю, Вячеслав Васильевич, как вам идет вообще форма, которую вы ненавидите? Он говорит, спасибо тебе, конечно, но их к черту. Я говорю, что все? И фашистскую форму и возрастные изменения. Я хотел бы быть в нормальной рубашке и молодым человеком, каким пришел Вовне. Родители видели его студентом в сельхозакадемии, но после окончания ремесленного училища Вячеслав Тихонов решил поступать во ВГИК. Причина была проста – влюбился в кино. В местном кинотеатре «Вулкан» не пропустил ни одной картины. Знал ли молодой токарь с подмосковного военного завода, что пройдет всего 10 лет, и он станет кумиром сотен тысяч советских женщин? В театре-студии киноактера Тихонов сыграл Медведя в спектакле «Обыкновенное чудо». Этой роли не найти в списке его известных работ, но, возможно, именно она стала счастливым билетом. Актера заметил режиссер Станислав Ростоцкий и зажегся. «Слава, я сделаю из тебя, Жерара Филиппа». За превращением аристократического красавца в тракториста Матвея Морозова коллеги Тихоновы по съемочной площадке наблюдали с содроганием. Первое, что он сделал, на удивление всех, он практически изуродовал свое лицо. Он взял бритвенный станок и выбрил себе на ширину этого бритвенного станка свои брови с саболиной, затем обрезал вот так же уголочки, затем зубной щеткой поперек себе замазал светлым брови. Сказал, ну я же тракторист. Удивительный парадокс. В эпоху бравых трактористов и бесшабашных строителей советские зрители все же тосковали по иной культуре, иным образом, молчаливым интеллигентам с сильным характером. Это место и занял Вячеслав Тихонов. Сквозь его черты зрители без труда узнавали и романтичного белогвардейца, и строгого разведчика, и аристократа, князя Балконского. Сыграть князя Андрея Тихонов хотел всегда, правда сам позже скажет, что с этой ролью не справился, но тут с ним могли бы поспорить миллионы зрителей часами, стоявшие в очередях у кинотеатров. Я полюбил вас с той минуты, какой я дал вас. Могу ли я надеяться? Зачем спрашиваться? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь? Любите ли вы меня? Да. Честь, достоинство, благородство – эти слова можно отнести не только ко всем киногероям Вячеслава Тихонова, но в первую очередь к нему самому. В каждой роли он оставался настоящим и верным самому себе. Мария Трофимова, Марина Губина, Снежана Артамонова, Алексей Акимов. Новости культуры. К 85-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова смотрите на нашем канале в 19.45 документальную ленту «Тихонов. Мгновение славы». Затем художественный фильм «Мичман Панин». Минобранауки направила в правительство предложение по кандидатуре нового главы высшей аттестационной комиссии. Его имя пока неизвестно. В качестве возможного претендента в СМИ называют зампреда комиссии ректора Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова. Напомним, прежний глава ВАГ, Феликс Шамхалов, отстранен от должности. Минобранауки также занялось реформированием системы аттестации научных кадров. В этом вопросе усилит роль министерства. Оно будет создавать, контролировать деятельность и прекращать работу диссертационных советов. В малом драматическом театре сегодня премьера. Лев Додин вернул на сцену позабытую пьесу Генриха Ипсена «Враг народа». Эта постановка – дань признания Константину Станиславскому. Основатель художественного театра спектакль под названием «Доктор Штокман» поставил в 1900 году и сыграл в нем главную роль. Это самая социальная пьеса Ипсена, которая и сегодня звучит невероятно актуально. Сюжет пьесы, написанный 120 лет назад, современному зрителю покажется на удивление знакомым. Врач процветающего курортного городка, где находится знаменитая водолечебница, обнаружил в воде целый букет бактерий и химических веществ. Горожане боятся потерять туристические доходы и требуют от врача молчания. Тот не унимается и его выгоняют из города. Правдолюбивый герой Ипсена отчасти повторяет жизненную драму самого писателя. «Когда ему решили отказать стипендии, и король сказал, зачем мы ему будем платить и ничего хорошего не пишет про Норвегию, то министр внутренний день написал «Ваше величество, абсолютно право, но если он вдруг вернется в Норвегию, он такое станет писать про Норвегию, то пусть лучше он остается в Риме». И ему продолжили платить стипендии. Нравственный посыл пьесы в трактовке Льва Додина понятен. Свободный человек, утверждающий приоритет морали, всегда задевает коллективные интересы и автоматически становится врагом толпы. Доктор похож на Дон Кихота, готового ради идеи пожертвовать благополучием земляков. Впрочем, Сергей Курышев, исполнитель главной роли, с такой трактовкой не согласен. Доктор ведь стремится к конкретному делу, к совершению конкретного дела, и не безумно. Просто нельзя пить отравленную воду, вот и все. Ее нельзя пить, нельзя ее продавать, и нельзя ее давать в больницу. Этим спектаклем Генрик Ипсен был бы доволен. Типажи его пьесы узнаваемые, костюмы в полном соответствии с модой эпохи, ушедшей от нас вместе с паровозным дымом. Но для нынешнего зрителя первые полчаса станут настоящим испытанием. Главный герой и его брат, мэр Антипод, на полчаса замерли на сцене в словесной перепалке, по-норвежски сдержанной и неторопливой. Люди устали от бессмысленных экшен-сюжетов, крови, грязи, бессмысленного кричания, этой так называемой статичности. Не боимся, потому что главное не вот в этих вот делах, а в том, что здесь происходит у партнера, у меня в глазах, которые выражают очень многое. Первую постановку «Враг народа» в России увидели еще 113 лет назад. Пьесу в Амхате поставил Станиславский. Он же с блеском сыграл роль доктора Стокмана. Тогда, накануне русской революции, этот образ стал символом общественного протеста. Сегодня скорее сценическая иллюстрация вечной истины. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Дмитрий Исковский, Алексей Купцов, Петербург. Сегодня в Московском государственном техническом университете сделали еще один шаг в будущее. Так называется научное соревнование для школьников третьих-восьмых классов. По традиции итоги подводили в МГТУ имени Баумана, где юные исследователи со всей России представили свои проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук. Церемония награждения началась с чествования победителей в тематических олимпиадах по математике, информатике, инженерным и биологическим наукам. Жюри выбрало четырех лауреатов. Номинации для третьеклассников. Самый юный участник и вручила спецпризы «Стеклянный глобус» и «Философский камень». Главную награду конкурса «Абсолютное первенство соревнования» поделили между собой трое участников. Екатерина Федулеева отмечена за работу спирограф на основе лазерной указки. Анна Таций за проект изучения популяции растений. Ирина Гончарова за решение задачи о преобразовании треугольника. Лауреаты конкурса будут рекомендованы для участия в научных форумах, выставках, конференциях и представят Россию на международных соревнованиях. Писатели и интеллектуалы Франции и России прогулки по архивам 20 века. Выставка с таким названием открылась сегодня в Зале Федеральных архивов. Что писали о Новой России французские дипломаты и журналисты, русские писатели первой волны эмиграции, культурная дипломатия и поездки французских писателей в СССР, хрущев и советская интеллигенция, диссиденты и сам издат. Это далеко не полный список тем, которые позволяют судить о литературных, философских, научных связях России и Франции в минувшем веке. Репортаж Марии Трофимовой. Впервые эта выставка открылась в ноябре 2012 в Париже. Имела огромный успех. Ее посетило более 20 тысяч человек. Сегодня уникальные документы представили в Москве. Экспозицию немного расширили. В ней появился новый раздел. Мы уделили еще внимание науке, разделу науки, о том, как вообще развивались научные связи между Францией и Россией. Ученые такие, как Поль Ланжевен, Фредерик Желлио Кюри, они все приезжали в Россию, они получили награды советского государства. Как на события в России реагировали дипломаты и общественные деятели Франции? Оценки часто были взаимоисключающими. Например, Октябрьскую революцию 1917 года член французской компартии Жак Садуль воспринял положительно. Реакция посла в России, Жозефа Нуланца, была иной. Он пишет, например, на всей ее огромной территории России Россия разыграла спектакль разрушение умов, физических потрясений. Было достаточно восьми месяцев домогобига, чтобы перейти к такому беспорядку вещей. Отдельный раздел посвящен первому съезду советских писателей. Он прошел в 1934-м. В нем участвовало 494 делегата. Посетив его, французский посол в своем донесении напишет, съезд — это лаборатория советской литературы. Во время международной выставки в Париже в 1937 году француженки писали книги отзывов. Я люблю Россию, потому что там женщины пользуются теми же правами, что и мужчины. Многие французские интеллектуалы жили и работали под влиянием Советского Союза. Они верили в идеал бесклассового общества, в борьбу за мир. На выставке представлены подробные записи встречи Ромена Ролана со Сталиным. Это российский архив, но он переведен на французский язык самим Аросевым, который был председателем ВОКСа и который присутствовал на встрече Сталина с Роменом Роланом. В этом как раз отчете видно, как Ромена Ролан очень деликатно, дипломатично пытается получить какое-нибудь разъяснение. А Сталин играет с ним, как кошка с мышью. Задача выставки с помощью документов оживить память об общей истории России и Франции, о диалоге двух культур, который ведется уже не первое столетие. Мария Трофимова, Константин Фадеев, Новости культуры. Посетительница филиала Лувра во французском городе Ланс испортила картину Эжены Делакруа «Свобода на баррикадах» на знаменитом полотне, являющемся главной достопримечательностью экспозиции. Женщина 28 лет оставила надпись черным маркером. Нарушительницу задержала полиция. По одной из версий, подобным поступком она хотела привлечь внимание к тому, как шло расследование атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Специалистам потребовалось менее двух часов, чтобы удалить надпись картины. Даже не пришлось снимать полотно со стены. Эксперты уверяют, что целостность произведения не нарушена. Наш выпуск завершен следующий в 23.40. А прямо сейчас смотрите документальный фильм «Тихонов. Мгновение славы». Всего доброго и до встречи на телеканале «Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова